Добрый день! Вы смотрите дневник 26-го международного телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». А начну я его со знакомства с участниками экофорума. В Хантамансийск они приехали из разных уголков России, а кто-то из других стран. Заявок, напомню, в адрес фестиваля в этом году поступило больше 300. Наш корреспондент Елена Каткова расскажет о тех, кто посвящает природе и экологии всю профессиональную деятельность и даже больше. И вот здесь описание животных, природы той удивительной страны, которой мне довелось теперь жить. Она еще пахнет краской, смотрите. Первый экземпляр уникальной книги о путешествиях по пятому континенту из воспоминаний от первых лиц. Больше суток в пути самолетом, преодолев почти 13 тысяч километров по воздуху, географ из Австралии Владимир Палашов приехал в Хантамансийск. На фестиваль привез послание от Николая Николаевича Дроздова, а также книгу, написанную в соавторстве «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя». Издали к 85-летию известного ученого. Поднимаются в ней и экологические проблемы, такая, например, как засуха. Книгу подарят фестивалю. Николай Николаевич был в Австралии 50 лет назад. И тогда он написал в советское время про свою поездку. Он был там по обмену учеными. И через 40 лет мы с ним встретились, стали работать вместе по Австралии. И он мне сказал, ты напишешь 40 лет спустя. Екатерина Соловьева прилетела в окружную столицу из Москвы. На конкурс привезла сюжет о клонировании карельской березы – ценной породы дерева. Дело в том, что популяция этих деревьев с каждым годом сокращалась. Вид находился под угрозой исчезновения. Российские ученые решили проблему. Сейчас успешно произрастает порядка трех тысяч клонированных берез. Этот фестиваль мой любимый. Я всегда стараюсь в своей работе сделать какие-то работы на экологическую тему, чтобы привезти их сюда, в Ханты-Мансийск, показать, посмотреть на другие работы. Потому что после фестиваля всегда вдохновляешься, всегда понимаешь важность экологии и важность нашей работы. Участники телефестиваля признаются, пока прогуляться по Ханты-Мансийску и посмотреть его достопримечательности не удается. Программа Эко-феста очень насыщенная. Открытые показы, мастер-классы от известных журналистов, режиссеров и экологов. Там рассказывали, как нужно заинтересовать зрителей, как нужно снимать для этого. Мастер-классы в этом году организованы и для взрослых, и для юных участников. Имя обладателя Гран-при 26-го международного телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» определят 3 июня. Елена Коткова, Никита Ручкин, Весть Югория, Ханты-Мансийск.